Продолжаю разговаривать о космоэнергетике, лечении космоэнергетическими каналами. Вот это очень хорошая книга, методическое пособие начинающему космоэнергету. В ней описаны, какие есть каналы, как их открывать, какие из них лечат, а какие снимают негатив с человека. А после открытия канала, у нас канал идет как такой большой поток. Вот здесь очень хорошо видно, что канал пронизывает человеку сверху донизу. У каждого канала свой цвет. Но в целом он воспринимается как некий луч или поток, идущий сверху. Вот, например, фотографии ауры людей. Здесь до лечения каналами, здесь после, объясняя, что не так. Значит, здесь деформированное биополе, вот с этой стороны и с этой стороны явно видно, что есть, ну скажем так, не пробой, но сильное внедрение негативной энергетики. Потому что пробой он немножко по-другому будет, он будет более такой вот черный и углубленный. А здесь как бы есть внедрение негативной энергетики. На человека, скорее всего, нападали энергетические вампиры. И, естественно, вот здесь некротические привязки, порчи и так далее. А здесь аура человека после лечения каналами. Она, смотрите, круглая, точнее овальная, как яйцо. Такая аура и должна быть у человека. Она выровненная с помощью каналов. И, естественно, более четкие контуры без вот этих вот следов деформации. То есть, что делает космоэнергетический канал? Это счастливая пациентка, бабушка, которая его нагибается, ногу задирает. Радостная, милая бабушка. Здесь объяснение о чакрах. Здесь различные упражнения, которые тоже связаны с космоэнергетикой. Выкачивание негатива, колодец и так далее. Здесь защита в виде пирамиды. Здесь защита в виде ракушки. Здесь различные, опять-таки, упражнения по космоэнергетике. И вот мы возвращаемся к работе космоэнергетика. Мужчина, который кладет руки на чакру свадхистана, он ее чистит, а не просто так лапает девушку. Не надо там мрачных мыслей по этому поводу. То есть, в космоэнергетике у нас есть такой метод. С помощью рук мы можем чистить чакры, при этом открывая канал. Но об этом я не буду говорить, потому что для этого надо пойти на обучение к нашему учителю Мире Бакирову. И он об этом все лучше расскажет. Теперь, вот здесь объяснение о чакрах. Что такое чакры? Что они из себя представляют? Вот это продолжение о чакрах. Вот здесь показано, как Лариса Фусу лечит женщину, точнее очищает ей энергетику ее головы. А здесь Лариса Фусу очищает энергетику нижней чакры свадхистана. Это вторая чакра. В космоэнергетике, еще раз объясняю, есть каналы, которые чистят и лечат, есть универсальные каналы. Вот еще одна книга по космоэнергетике. Здесь очень красиво показано, как канал идет сверху на человека. В принципе, кто-то может видеть эти каналы, если развита чакра третьего глаза под названием Аджна. Я эти каналы вижу, когда закрываю глаза. Но кто-то говорит, что он не видит, какой цвет у каналу, у кого какие способности. Вот еще такая книга по космоэнергетике. Методические рекомендации ученика. Она небольшая, но в ней действительно собраны очень интересные рекомендации для учеников с объяснениями. Здесь очень много всего интересного, но это надо читать, в это надо вникать. Журналы, в которых печатаются статьи по космоэнергетике, называются «Человек и космос». Вот еще маленькая книжка-брошюрка. Она называется «Памятка для пациентов». Ее полезно приобретать людям, которые приходят на лечение космоэнергетом. Здесь подробно объяснены заболевания, как их лечить, точнее, как космоэнергет их конкретно лечит с помощью канала. Здесь много всего интересного. Даже не буду в это углубляться. Ну и, естественно, вот, например, расстройство чакр. С чем это связано, какие последствия. И как в характере это, к примеру, вымещается. То есть, вот, к примеру, возьмем вот эту вот чакру. Третья чакра солнечного сплетения. Называется она «Манипура». Энергии, лежащие в основе силы третьей чакры. Центр эмоциональной жизни и чувств. Энергия раскрытия личности. Господство власть. Удовлетворение от достигнутого понимания эмоций. Действия на участке тела. Пищеварение, печень, желчный пузырь, слезенка, почки, надпочечники, вегетативная нервная система. А теперь распространенные стрессы, которые блокируют эту чакру. То есть, наши эмоции, которые могут заблокировать нашу чакру. Точнее, ее работу. Неудовлетворенность, злоба, власть и самоуправство. Властвовать можно страхом, угрозой, предупреждением, обвинением, подозрением, слезами и т.д. Скупертяйство, отсутствие радости от отношений к себе и другим. Нежелание понять и поверить в свои чувства. Комплекс неполноценности. Отрицание собственных физических потребностей. Также отрицание любви и секса. Зависимость по отношению к родителям и другим людям. Тесная взаимосвязь, общение с матерью, нежелание быть здоровым. Вот такие наши действия и эмоции, которые мы испытываем, проявляем. Как раз приводят к блокировке третьей чакры манипура. В этой милой маленькой брошюрке все очень подробно объяснено, но уже скорее для пациентов. То есть, так и написано. Памятка для пациентов. То есть, для тех, кто приходит лечиться космоэнергету. А по поводу, как часто надо лечиться, как часто надо открывать каналы. К сожалению, тут ничего не могу сказать. Все зависит от индивидуального случая. И конкретно от индивидуальной проблемы, от индивидуального человека. Все чисто индивидуально. Так что ищите своего энергета, космоэнергета. Поближе к себе, к дому. И у него спрашиваете, как вам чиститься и лечиться. Все, счастливо.